Минтранс области ищет пути решения проблем транспортной доступности жилого комплекса Люберцы. Напомним, на минувшей неделе один из острых вопросов урегулировали. Был восстановлен проезд по улице Кожуховская горка, где жители часто объезжали пробки. Какие проблемы еще остались? Накануне встречи с жителями микрорайона провели министр транспорта области Игорь Тресков и глава Люберец Владимир Рыжицкий. Я вам доверяю, лично я, потому что я видела, что было, что вы сделали и как вы к этому отнеслись. Такое доверие со стороны жителей к министру транспорта Подмосковья вызвано не случайно. Всего за неделю он совместно с представителями местной власти принял несколько экстренных мер, которые уже позволили разрешить некоторые транспортные сложности. Так было восстановлено движение по улице Кожуховская горка, который, как оказалось, долгое время был перекрыт самовольно соседним застройщикам. Дорожное полотно рабочие полностью привели в порядок за одну ночь. Кроме этого, на территории ЖК организовали дополнительный въезд и выезд из микрорайона. И это еще не все. Расширено с поворотом направо Зенинское шоссе в сторону Москвы на Кожуховскую горку. Еще один ряд движения появился. Мы планируем вот этот поворот налево на Кожуховскую горку. Его надо ограничивать. А более того, наверное, закрывать. Остановочный павильон установлен, так как мы говорили с вами, с выходом тротуара в сторону микрорайона. С другой стороны тоже тротуар обустраивается с противоположной стороны. Также разгрузить дороги вблизи микрорайона помогли работы по расширению Зенинского шоссе после моста, который вызывает у жителей массу вопросов. Его решили реконструировать, однако эти работы затянутся минимум на полгода. Кроме того, за прошлую неделю удалось по-новому организовать движение на пересечении улиц Вертолетчиков и Лепчанского. Позаботились власти и о тех, у кого нет личного транспорта. Так, до конца октября увеличится количество автобусов на маршрутах 12.25, 12.27 и 12.32, которые курсируют через жилой комплекс. Маршрут 12.27, Машково-Марусино-Москва-Новокосино. Предполагается увеличить количество автобусов малого класса с 12 до 20. На маршруте 12.32К, это Люберцы, микрорайон Люберцы-2015, до Москва-Метровыхина. Предполагается увеличить на 5 автобусов среднего класса. А на маршруте номер 12.25, Люберцы-Новокосино. Количество машин возрастет с 16 до 25. Но и этого мало, говорят люберчане. Жители жилого комплекса отметили нехватку автобусов повышенной вместимости, чтобы в них могли ездить родители с колясками. Кроме того, в ЖК Марусино попросили установить остановочные павильоны. Свои предложения по поводу реконструкции моста и движения в целом высказали десятки жителей микрорайона. Я готова дойти пешком до Люберцы, если будет какая-то дорога. Я с коляской дойду. Но нет дороги. Кроме решения этого вопроса, в планах у застройщика до конца года провести работы по организации движения внутри микрорайона. Среди них открытие дополнительных въездов и выездов из микрорайона «Самолет». Также на встрече стало известно, что сейчас прорабатывается вопрос строительства объездной дороги вокруг строящегося микрорайона. Кроме того, власти пообещали, что до 30 октября в ЖК Люберцы 2015-2016 появится новая бесплатная парковка на 350 машиномест. Мы услышали с вами проблемы. Они связаны с двумя вещами. Первое. Это автобусы ходят редко. То есть мы сейчас приняли решение об увеличении. Б. Нас не устраивает проблема, связанная с тем, что стрелка не работает. Услышали. Это важно. Предмет того, чтобы заезжали автобусы в определенные пункты. Здесь все помечено в протоколе. Мы это рассмотрим. Все озвученные на мероприятии замечания и предложения жителей зафиксировали. Они станут основой разработки дальнейших действий по урегулированию транспортной доступности микрорайона Люберцы 2015-2016. В следующий раз представители местной и региональной власти наметили встречу с люберчанами на 16 октября. Анна Троян, Никита Скраган и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова